Вьетнам, Зимбабве, Иордания, Иран, Китай, Колумбия, Кот-де-Вуар, Тайвань, ЮАР и Япония. Десятки участников собрал межкультурный фестиваль «Это мой родной язык». Иностранные студенты ДВФУ подготовили 14 творческих номеров, чтобы порадовать сверстников национальным колоритом и рассказать о своей культуре. Выступления будут разнообразны. Это танцы народные, это чтение стихотворений на родном языке, это пение песен и даже презентации японской каллиграфии. Наш фестиваль проходит уже пятый раз. Это ежегодный фестиваль, традиционный для нашей кафедры. Его организует наша кафедра. Студенты уже привыкли, и мы пытаемся привлечь к этому делу первокурсников. Первокурсники, конечно, рады, но с удовольствием участвуют и второй курс, и третий курс, и даже магистранты у нас сегодня присутствуют в зале. Самыми активными участниками стали представители Китая. Для зрителей они подготовили песни и стихи. Также в ходе фестиваля прозвучало пение на французском, испанском и языке шона. Миямото Йока представила японскую каллиграфию. Подружке из Вьетнама – национальный танец. Студенты, владеющие фарси, показали современный иранский танец бандари. Студентка из ЮАР Ндаба Лита прочла стихи на языке зулу. Ндаба также рассказала, что ее привлекают языки Франции и Китая. Это прекрасно, когда ты умеешь говорить на других языках, можешь показать людям свою культуру. Это прекрасно, когда все люди объединяются, хотя они все из разных мест. Представитель Иордании Муса Мохаммад прочитал стих на арабском «Мой путь в жизни». Он о том, что должен делать человек в трудные минуты жизни. Мохаммада интересуют английский, русский и немецкий языки. Специально для зрителей Восьмого канала он оставил пожелания. В Дальневосточном федеральном университете сегодня обучаются более 3000 иностранных студентов из 67 государств. Ведущий вуз Дальнего Востока стремительно набирает популярность в мире и повышает международную конкурентоспособность. А такие фестивали расширяют культурные горизонты каждого студента. Светлана Садовая, Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.